Мужчина-добытчик это мужчина-добытчик. Он не имеет размеров, он может быть любым мужчиной или худеньким, или маленьким, или большим, или с волосами, или без. Это мужчина. Мужчина, который знает желания женщины, может их исполнить. Мужчина быть сильным, смелым и надежным. Это хороший мальчик, который уже вырос. И он может защищать девочек. Который финансово обеспечивает и стабильно обеспечивает женщине. Надежный тыл. Он должен не только работать на работе, он должен также стоять около плоти уметь, должен также уметь смотреть девушку, не бояться остаться с ней сам. Ну и, конечно, приносить домой все, что имеет. Это, наверное, который не только о себе думает, а зарабатывает деньги. Вот такое я думаю. Прежде всего, джентльмен. Он уступает женщинам все, ну, покупает. Ну, если уже не считать праздника 8 марта, там, день влюбленных, т.д. и т.п. Но мужчина-добытчик – это мужчина, который много доставляет в семью. Семья не живет в бедности. Дети радуются. А мужчина-добытчик, я так думаю, что он как бы обеспечивает семью всем необходимым, но он не является в других вопросах настоящим мужчиной. Тот, который может постоять за свою даму и действительно ей защитить. Это мужчина, который обеспечивает свою семью не только материально, но и душевно, если нужно. С детьми помогает и уделяет как много больше времени семье. Помимо того, еще и зарабатывает деньги, чтобы семья его ни в чем не нуждалась. Который деньги в семью приносит. Разве что так? Ну, это образное выражение, я считаю. Ходят на работу, зарабатывают деньги. Вот и добытчик. Это одна из его функций, как главы семьи. Это тот, который умеет все добывать. Это и есть добытчик. Мужчина-добытчик – это мужчина-добытчик, который умеет все добыть. Ну, тот, кто приносит все в дом с магазинов, с базаров, с супермаркетов. Хозяин в доме. Это мужчина не только, который зарабатывает деньги, а мужчина, который ответственный за духовное состояние семьи, моральное, ну и материальное. Это мужчина, который несет ответственность за свою семью. Очень важно, когда мужчина не боится брать на себя эту ответственность. Беря на себя эту ответственность, он в глазах жены становится главой семьи, и он должен быть главой семьи. Но когда мужчина женится, он же знает, на что он идет. Он идет, чтобы добывать деньги для семьи. А женщина тратит, транжирит на свои семейные и свои личные нужды. Мужчина-добытчик готов отказаться от своих амбиций, годами ожидая правильную, в кавычках, и высокооплачиваемую работу. И согласиться на любую, потому что его жена нуждается в хлебе насущном на каждый день. Но при этом, конечно, не оставляя свою мечту и двигаясь к ней. Это мужчина, который доверяет Богу. Что бы ни случилось в жизни, он знает, что Бог его никогда не оставит и его семью. Наверное, прежде всего, это мужчина, который заботится о материальном благополучии своей семьи. Это любящий человек, который все свои силы и, возможно, все свое життя он отдаёт своей родине, своим детям, дружине. И это неспромованный человек, который имеет цели. Для меня, наверное, ещё очень важно, чтобы помимо материального обеспечения, это был надёжный человек, на которого можно положиться, особенно в каких-то стрессовых ситуациях. То есть вот для меня помощь моего мужа, помимо материальной, большое значение имеет, например, если что-то вот случается, что я могу рассчитывать, что он добытчик не только в понимании вот на денег и по идее решить проблему. Это мужчина, который с любой ситуацией найдёт выход. Когда даже женщина не видит этого выхода, мужчина, он может просто женщину подбодрить. Хочется понимать, что рядом с тобой тот человек, которому это также не безразлично, как тебе. Мужчина-добытчик должен быть ещё и другом, обязательно. И добытчикам ровно настолько, насколько это не вредит его семье, чтобы, мне кажется, должна быть грань. Необходимый минимум есть. Если тебя хватает на большее, от этого не страдает семья, пожалуйста, как бы добывай и дальше. Добыча, тот, который добывает всю семью. В первую очередь счастье. Я надеюсь, что мой муж скоро станет настоящим добытчиком, и я не буду ходить на работу. Да, по-моему, все у нас мужчины-добытчики, у которых есть семья. Субтитры создавал DimaTorzok